ИнформНапалм Разумеется, такие успехи украинского крыла международного сообщества «ИнформНапалм» не могли остаться незамеченными для российских пропагандистов и кураторов. Волна заказных материалов по дискредитации сообщества захлестнула пророссийские ресурсы. Особых аргументов пропагандисты не приводили, пытаясь переходить на личности, высмеивать материалы по заголовкам, при этом отвлекая внимание от содержания материалов. И если ИнформНапалм привык не обращать внимания на истерики пропагандистов, то хактивисты украинского киберальянса UCA в качестве развлечений наказывают их вскрытием системы. И вот, что им удалось узнать. 7 ноября 2016 года запросы на материалы по дискредитации ИнформНапалм пришли на почту луганского журналиста Артема Порвина. Он числится журналистом общественно-политической газеты 21 век. В задачи этого журналиста входит написание однотипных текстов по заданной теме, которые впоследствии разгоняются по группам последователей русского мира в социальных сетях и на многочисленных новостных сайтах ДНР, ЛНР. Уже на следующий день текст статьи «Украинско-американские тролли из ИнформНапалма» был раскидан редактором ватных ресурсов и опубликован. 9 ноября Артему Порвину кураторы заказывают еще материалы про ИнформНапалм. Кремлю очень не нравится, что волонтерская аэроразведка находит неотведенное тяжелое вооружение на Донбассе. Еще 2-3 материала приказано написать с дискредитацией этой темы. Когда украинская делегация представляла видеоинформНапалм о фиксации российской военной техники на Донбассе на парламентской ассамблее НАТО в Стамбуле, пропагандисты решили ответить целой серией статей, которые прежде обсудили в переписке за 22 ноября. Очередная ложь от ИнформНапалма. Достоверные доказательства ИнформНапалма об агрессии. По стилю публикаций угадывается Артем Порвин. Несмотря на юный возраст, 23 года, пишет он как пропитый советский региональный журналист. Одних статей российским пропагандистам оказалось мало, и они решили снять видеоролик. Заказ на видео поступил Сергею Василевскому, бывшему жителю Днепра, коллаборанту, перешедшему на сторону российских оккупационных властей в ЛНР. До войны Василевский преподавал голландский язык. После Майдана Василевский взял себе псевдоним «Ватник» и пошел в ЛНР. Получил контузию, тем самым дойдя до нужной кондиции, и предложил работать уже на идеологическом фронте. Коллаборационизм стал шоком для его друзей, о чем он открыто пишет в переписке. Спасибо за теплые слова. Хотя удивлен, что ты написала, я ведь с точки зрения Украины террорист и сепаратист. Это говорю на всякий случай. Вдруг раздумаешь общаться, пойму. От меня открестились почти все, кто знали. А 22 ноября Сергею Ватнику Василевскому заказывают ролик про работу «Информ Напалм». В итоге 23 ноября вышло видео. А уже 25 ноября Василевский шлет своему куратору отчет с цифрами просмотра ролика. А в ответ ему присылают показатели с просмотрами ролика и текста в «Одноклассниках». Но будем откровенны, показатели просмотров крайне низкие. Но, возможно, эта статья поможет их улучшить. Стоит отметить настырность российских пропагандистов. Материалы по дискредитации «Информ Напалм», особенно накануне каких-либо крупных мероприятий и публикации докладов с доказательствами российской агрессии, готовятся российскими пропагандистами с особым усердием. Напомним, что после публикации списка экипажей в ВКС РФ, убивающих мирных граждан Сирии, российский «Пятый канал» также выпустил достаточно неуклюжий материал с дискредитацией «Информ Напалм». Здесь было сказано, что волонтеры собирают информацию о русских военных на Донбассе и в Сирии. Новый слив так и назывался, кто бомбит Сирию, личные данные офицеры ВКС. В уходящем году не принято оставлять долги, и благодаря активистам украинского кибер-эльянса «Информ Напалм» вернул свой долг российским пропагандистам. Традиционно мы не обращаем внимания на лай черноротых псов Путина, а целенаправленно делаем свое дело, но ради развлечения под конец года можно сделать исключение. Тем более у UCA еще много интересных дампов и перехваченных материалов. Оставим их на будущий год. С наступающим! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok